Привет, с вами Сергей Чураков и в этом видео я установлю операционную систему Kali Linux на виртуальную машину VirtualBox. Что же это за такая операционная система Kali Linux? Фактически это инструментарий хакера. Здесь собраны уникальные инструменты, которые позволяют производить Penetration Testing, то есть тесты поисков неизвимостей к разным сайтам, электронной почте и ко множеству разных мест. Здесь есть описание, все естественно на английском языке. Когда мы установим эту операционную систему, она там часть русифицирована, конечно. Сейчас вышла версия 2.0 и чтобы ее установить надо ее скачать. Сюда нажимаете download, download Kali Linux. Вот так нажимаете download и выбираете либо 64 бита, либо 32 бита, которые вам интересно будет. То есть что поддерживает ваша система, либо какую-то другую. Здесь есть описание, можете почитать, там довольно-таки все доступно написали. Либо нажимаете ISO, либо торрент. И с торрента я скачал с торрента и сейчас я буду устанавливать. Так, нажимаем Oracle VirtualBox. Запускаем. Нажимаю создать. Пишу слово, название Kali Linux. Я скачал 64 бита. Нажимаю подробнее. Так, рекомендую объемы памяти. Ну так. Пусть будет 2 гигабайта. Выделю оперативной памяти. Вперед. Создать виртуальный жесткий диск. Создать. В идее. Так, динамический виртуальный создать. И Как-то так. Так. Имя нового диска виртуального. И выделю, допустим, 500 гигабайт. Диск будет все равно динамический. То есть, по мере необходимости он будет заполняться. Нажимаю создать. Настроить. Имя. Так. Поправил. Так. Дополнительно. Это это. Так. Система. Основная память. Включить. Процессор. Процессор пополнный. Ускорение. Так. Дисплей. Видеопамять. У меня видюха по сегодняшним меркам уже слабенькое. Ну. Поставлю по максимуму. 128 мегабайт. Ускорение. Может быть потянет. Может нет. Захват видео не буду. Носители. Пусто. И выбираю. Выбрать отечественные. Так. Укали. Винукс. Укали. Вот он. 64 бит. Окей. Все. Теперь все готово для запуска. Нажимаю запустить. Так. Здесь live. AMD64. Force. Так. 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 Вот install. Install. И графическим инсталляциям. Install. Давайте install нажимаем. Посмотрим что так будет. Так. Выбираем язык. Россия. Так. Русская. Alt shift. Alt shift. Переключение раскладки клавиатуры. Продолжение следует. 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 Так, здесь настройка сети. Видите имя этого компьютера? Имя компьютера это одно слово, которое фиксирует вашу систему в сети. Если вы не знаете, каким она должна быть. Все это с администрацией. Да пусть таки будет Cali. Клавишей Tab мы переключаемся и нажимаем продолжить. Имя домена. Это часть вашего интернет-адреса. Справа от имени компьютера зачастую она заканчивается на com.net. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что-нибудь свое. Но есть что? Пульсы одинаковые имена. Имя домена на всех. Я ничего не буду делать. Нажимаю продолжить. Пароль суперпользователя. Это важный момент. Так, увожу. Пароль. Нажимаю продолжить. Видите, пароль еще раз. И продолжить. Так, здесь Москва. Так, здесь идет разбивка жесткого диска. Так как я на виртуалке, я нажимаю авто. Выберите диск для разметки с Кази. Полу гигабайта, пол терабайта. Так, окей. Схема разметки. Все файлы в одном разделе рекомендуется для новичка. Либо можно отдельно раздел Home. И отдельно раздел еще Home, Bar и TEN. Я нажму для новичков. Так, здесь как будет разметка. Жесткий диск разбит. И я нажимаю закончить разметку. Так, записать соединение на диск. Выбираем Да. Записать. Сейчас происходит копирование данных на диск. Со скаченного виртуального диска. И после того, как будет все скопировано, дальше несколько настроек будет. И должно все установиться. Так, пока я поставлю на паузу. Итак, прошло немного времени. И загрузились все файлы из архива. Дальше система спрашивает. Зеркало архива из сети может использоваться в дополнение к программному обеспечению, уже включенному на компакт-диске. Также оно может содержать более новое программное обеспечение. Используем зеркало архива из сети. Соглашаемся. И нажимаем Да. Дальше. Если вам необходимо использовать HTTP прокси для доступа к нижнему миру, укажите в этом поле информацию о прокси. Если нет, оставьте поле пустын. Значит, прокси – это такие сервера. И в интернете находятся, благодаря которым можно скрыть свое присутствие в интернете. То есть, через несколько прокси узлов. Я нажимаю Продолжить, потому что я прокси не буду использовать сейчас. Их можно, я думаю, в дальнейшем добавить. Нажимаем Продолжить. И дальше выполняется просмотр зеркала архива. То есть, скачиваются недостающие файлы, самые новые файлы. Я пока поставлю на паузу. Это займет некоторое время. Итак, продолжаем. После некоторого времени загрузки все закончилось. И дальше система нам предлагает установить системный загрузчик группный жесткий диск. Похоже, что данная система будет единственной на этом компьютере. Но, естественно, установить системный загрузчик на главную загрузочную запись. Пишем «Указать устройство вручную». Так. Устройство для установки системы загрузчика. Vbox Hard Disk. И сейчас установится загрузчик. Далее. Происходит завершение программы установки. Еще чуть-чуть, и все будет закончено. Система установится. Итак, установка завершена. И надо нажать на кнопочку «Продолжить». Сейчас происходит завершение программы установки. И система должна установиться. Сейчас происходит перезагрузка и включение запуска самой операционной системы. То есть происходит сейчас первый запуск. Здесь предлагается ввести имя пользователя. Имя пользователя будет у нас root. То есть суперпользователь. Нажимаем «Далее». И пароль. Тот пароль, который мы придумывали в самом начале. Нажимаем «Войти». Эта операционная система используется не для повседневных нужд. Поэтому ее использование как раз из-под root. Итак, система загрузилась. И теперь, скорее всего, есть какие-то обновления. То есть здесь есть приложения необходимые. Web Application Analytics, Database, Password Attack. Атака на Wi-Fi. Много всяких компонентов. Здесь есть обзор. Так, дальше. Это места. Так, похоже это на Gnome Shell. Оболочку. Это выход в интернет. Терминал. Так, на Utilus. Metasploit. Framework. Так. Meltage. Не знаю, что такое. Meltage. Так, и еще есть уведомления. Так, рабочее место 1.2. Так, что еще есть? Altelio. Chloron. Так, Leaf Fun. Дополнительные параметры. Java Lang Trend. И... То есть приложение. Так, и здесь экранное приложение. Так, ну это какая-то программа. Это я буду потом разбираться. Сейчас я это делать ничего не буду. Итак, хорошо, друзья. В общем, система установлена. Система явно не для новичков. Значит, это Metasploit можно выключить. Система очень серьезная. Мне надо сидеть поразбираться. Много информации, конечно, на английском языке. Поэтому на это требуется, конечно, время. Итак, если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok